Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, и это рубрика Первый взгляд, в которой мы посмотрим на игрушку Lifeless Planet. Игра совсем недавно появилась на Steam, и она от независимых инди-разработчиков, поэтому обещает быть интересной. Давайте смотреть. Я немножко уже просто побегал, посмотрел, как записывается. Абсолютно я не представляю, про что игра, как и что здесь, поэтому будем смотреть вместе. Так, давайте новая игра, вместо приземления. И у нас вначале небольшая заставочка. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, наш корабль потерпел крушение при посадке, вернее капсула, да, посадочная. И мы играем за одного из ученых, который был отправлен на эту планету, дабы ее исследовать. И давайте подойдем тогда. Вот, жесткая посадка. Моя голова как в тумане. Дыхание раздается внутри шлема глухим пыхтением. Не знаю, сколько времени я был без сознания, и ближе у меня сотрясение. Жаль, что я не могу прилечь и отдохнуть, чтобы посмотреть, пройдет ли боль. Ситуация слишком критическая. Назвать наше приземление жестким – это ничего не сказать. Мы разбились. Возможно, эти умники, наверное, неверно рассчитали траекторию. Или просто удача отвернулась от нас. В любом случае, это не похоже на тот рай, который нам описывали дома. Тут нет никакой пышной растительности, нет никаких признаков жизни вообще. И где моя команда? Надеюсь, что они просто охраняют периметр. И что я был в отключке всего несколько минут. Я должен найти их, выяснить их статусы и понять, что же, черт возьми, произошло. И сделать это нужно до того, как у меня закончится воздух. Итак, мы узнаем, что у нас команда где-то на этой планете, по всей видимости. Мы пробыли в отключке некоторое время. И давайте устремимся. Хотя, блин, куда тут бежать? Ну, я-то ориентирован на этот камень, наверное, побегу. Куда-нибудь. Куда бежать-то? Ребята, это пустынная планета. Да, у нас уровень кислорода низкий. Побежали. А, вон, что-то блеснуло, наверное. Наверное, надо бежать туда. Бежали на блеск. Отлично. О, или не отлично. О, посадочка жесткая была. Довольно подзаброшенная. Тут не похоже, что какая-то растительность была когда-то. Видать, этих ребят точно обманули. Правительство их, скорее всего, подставило. Или тут все сложнее? Ой-ой-ой, я задыхаюсь. Успею ли дойти, а? А, успею? Успею. Давай. А, парень. Угу. Передвижной аппарат подачи кислорода, модель 8А. Эти аппараты будут отправлены на планету на три дня раньше десанта для обеспечения длительных экспедиций по поверхности планеты. Однако, поскольку беспилотные зонды показали, что планета обитаемая и уровень кислорода на планете приближен к уровню кислорода на Земле, эти аппараты могут остаться невостребованы. Да, в основном, ребята, вы тут были вообще? Нет? Что-то мне тут кажется, что фиг-то тут. Тут где-то растительность будет. Аппараты будут еще как востребованы. И, кстати, управление так себе. Не очень удобно. Мы бежим прямо, и я пытаюсь мышку повернуть влево, он поворачивает сам. То есть камерой я не верчу. Это воспоминания. Это правильно. Мы путешествуем так быстро, что наши спейскофеты приезжают на планете перед этим интервью. Но это еще очень долго. Мы будем вложить в форме... ...кома. Наши сердце будет драматически драматически, чтобы минимизировать облажение во время полета. Как вы готовите для этой одной-другой миссии, понимаете, что никогда не вернется к Земле? Ну, я имею в виду волонтера с очень осознанными и фокусными индивидуалами. Мы все имеем глубокую желание для обеспечения. Для идти в где-то новое. Так, получается, ребята, которые захотели исследовать новые-новые мира, новую планету, отправились. Ну, во всяком случае, их так и убедили в этом, что здесь что-то крутое, невероятное и новое. Ах. Прыгать надо. Побежали сюда. Давайте посмотрим, кстати, настройки. Настройки офигенные. Инвентировать ось вертикальной. Какой-то инвертировать вертикальной оси. Даже вот так написано. Асцентрирование камеры. Эффекты высокого качества. Асцентрирование. Асцентрирование. Трилит темные участки. И здесь прописано что-то. Контроль. Игра может играться на геймпаде. Но играю на клавиатуре, в принципе, проблем нет. О, ё-моё. Давайте перепрыгнем. Уху. Отлично. Забрались перед горе. По-моему, на этой планете никогда не было офигительной растительности. Либо кто-то ввёл в заблуждение. Датчики, которые здесь исследовали. Либо те, кто нас посылал сюда, ввёл в заблуждение. Не очень понятно. И я думаю, со временем игра ответит на эти вопросы. Где... О. Вода. Ну, если есть вода, должна быть какая-то растительность, живность. Должна быть какая-то жизнь на этой планете. А так подозреваю. И вполне себе разумная, может быть. Графика, конечно, не на супер-пупер высоком уровне. Но и помним, что это инди-проект. Вся эта миссия до настоящего момента просто катастрофа. Посадочный модуль был сильно повреждён, а с ним и большая часть оборудования. Мой костюм функционирует, но ненадёжно. Реактивный ранец ещё способен производить единичные импульсы, что можно использовать для коротких прыжков. Я выяснил, что могу преодолеть наибольшее расстояние, если даю импульс, находясь в верхней точке прыжка. Это у нас такое обучение, где нам попутно подают историю какими-то маленькими отрывочками и азамгимплею учат. То есть вот такой вот прыжок. Раз. И в верхней точке. Тут очень просто перелететь. Эти каменные нагромождения. Надо аккуратненько. Оп. И. Оп. Супер. Бонзай. Отлично. Ещё что-то? Я следовал по тропе, оставленной моим экипажем, но потерял их след. Надеюсь, что смогу найти их опять. Между тем, я всё ещё не понимаю, почему эта планета так пустынна и безжизненна. Наши удалённые наблюдения однозначно показывали, что эта планета богата жизнью. Но куда же это всё делось? Возможно, мы просто приземлились в неправильной точке, так как первые показания не демонстрируют ни следа биологической активности. Это действительно странно, я бы тоже удивился. Летишь на зелёную планету с кучей всякой растительности и, ну, скорее всего, живности, а прилетаешь, по сути, на какой-то Марс. Это да, это должно удивить. Хм, так, нам куда-то сюда. Правильно? Правильно. Я вижу вот этот уступ, значит, нужно прыгать. Уху, бонзай. Отлично. И да. Теперь сюда. Чик. А, мы можем толкать объекты, зажав левую клавишу. Чик. Толкаем. Анимации толчка даже никакой нет, он там ни руки не протягивает, ничего. Ну, толкай зато. Отлично. Бэнк. Приземлились. Давайте подтолкнём. Э-э-э. И пока у нас... Да, может, забрались. Но успокойся. И пока у нас не предвидится, походу, никаких контактов с окружающей средой, которая могла бы здесь быть. И не факт, что здесь вообще что-то есть, между прочим, да. Уху. Кстати, у меня не полоски жизни, я вообще погибнуть могу, нет. Просто водопадище. Но если вода есть, я так понимаю, должна быть некая атмосфера. Вода в любом случае, что-то выделяет. Какие-то звуки. Это что у нас? Во, кстати, живность уже какая-то. Какая-то фигня в воде. Смотрите. Типа жучков каких-то. Вот какая-никакая жизнь здесь есть явно. И скорее всего, мучают меня подозрения. Оу-оу. По поводу. По поводу разумной жизни. Что она где-то здесь должна быть. Ах. Куда бежать? Карты нету. По хардкору, конечно. Но скорее всего, игра довольно линейна. Насколько я понял. И опять какая-то мерцающая точка. Куда мы бежим? Это что-то очень похоже на кровать. Это что, кровать что ли? О, я могу приблизить. Блин. Оу-оу. Камнепад. Камнепад это... Так, себе затея. Да ладно. Мм. Жесть. Надо было под камень, что ли, хоть залезть ради эксперимента. Но я думаю, я погиб. Книжечка Аэлита. Аэлита, кстати, классная. Книги читал. Давненько ее давным-давно читал, правда. Еще в школе, когда учился. Это наш фантастик Толстой, по-моему, написал. Довольно занятная вещь. Но там про Марс. Действительно, что здесь происходит? Откуда здесь линия электропередач прямиком из России? Бежали. И какой-то городок. Спереди тут каньон. Горы. Все супер. Мы в скафандре бегаем, зато линия передач. Какие-то дома. Это странно довольно. И тут еще какая-то зацепочка. Давайте к ней подойдем. 15 лет я провисел в криокамере, как забытый пакет замороженных овощей. По крайней мере, так мне сказали. Похоже, что нас всех искусственно обманули, рассказав эту выдумку. Другая планета, пригодная для жизни людей. Не могу поверить, что я попался на это. Однако, нехватка кислорода им удалась очень хорошо. Можно поздравить. Хотя, наверняка, они просто подкрутили датчики. Спорю, что я мог бы снять свой шлем прямо сейчас. Может, это им и надо? Может, это просто какой-то тест? Чтобы проверить, сколько времени нам нужно, чтобы нарушить протокол. Я же им не мальчишка какой-то, играющий в космонавта. Какой смысл во всем этом? И куда они дели мой экипаж? Я должен сохранять спокойствие. Моя голова все еще кружится от удара. Вероятно, мне нужен доктор. Спорю, им это тоже кажется очень забавным. Хм. У нашего персонажа начинают сдавать нервы. Начинают сдавать, вернее, да? Ну-ка, на дом можем запрыгнуть? Оп. Можем. Прикольно. Явно какая-то советская деревушка. У меня нет слов, чтобы выразить свою гордость в связи с началом наших экспериментов здесь. О, по-русски говорят. Забавно. Каньончик такой глубокий. Нам, по-ходу, куда-то в ту сторону башни, я так понимаю. Деревушка подзаброшенная. Тут уже был кто-то до нас явно, да, я так понимаю. Какой-то поселеница. И это советская поселеница, судя по книге, по этой линии электропередач. И их, по-ходу, тоже в свое время обманули. Это нифига не ободряет. Пойдемте тогда, что ли? Посмотрим, что здесь нас ждет, в этой большой вышке. Ну, не знаю, как ее назвать. Башню. Здание. Оу. Вот это что такое? Что за ветер? Это природная аномалия, или как? Ну, нафиг. Побежали, спрячемся в доме. Быть может, нас там не достанет. Оу. Оу. Здесь ты. Ты в порядке? Ох, чувак, это все разрушено. Слушай, ты почти без оксигения. Я довольно низкий, но я даю тебе все, что я могу. Я думаю, что может быть какие-то аэр-канестеры в этой городе. Окей, ты в порядке сейчас. Просто в порядке, брат. Я сделаю это вместе, хорошо? Да ладно. Это что еще за фигня? Ммм, куда нашего товарища волокло что-то неведомое? Тут что-то мистическое творится на этой планете, явно. Первая часть кода для доступа в Южную лабораторию. 3.3.1. Согласно протоколу безопасности, эта часть кода должна храниться отдельно от другой. Ммм, пускай. Погнали. Так, ветра нету здесь этого. Давайте посмотрим. Да, ветер куда-то ушел. Ах, забраться мы не можем сюда нифига. Значит, идти в какую-то другую сторону. Но если там каньон, то нам противоположно, по всей видимости. Погнали. Тут как бы не особо много вариантов. Но пока что довольно интересно, я скажу вам. Затягивает. Сюжет подается так. Неплохо. Вполне себе. Где-то что там? Кресты какие-то? Кладбище? Кресты. 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 Есть. Надо добежать. Но я был бы не против. Так... Не добежал. Блин, мы еще показывали Где этот уровень кислорода у вас А то как-то все в тишку Тишко Тишком от нас Где кислород зарядить, а? Жизнь здесь стала очень сложной Я так сильно хочу домой Брат сказал, что я должен сделать список того Почему я очень скучаю Я улыбаюсь, когда я думаю о вещах из этого списка Надеюсь, мы сможем вернуться очень скоро Вещи, по которым я скучаю Чебурашка, смех, музыка Бабушкин самовар, свежий хлеб Молочко, мамочка Пипец Что же здесь происходило? И я сейчас опять задохнусь Я тут не вижу вообще кислорода нигде Ребята Караул Кислородик Вон там вот какой-то баллон От него не можем зарядиться никак Все Зарядился Зарядился Супер Не ожидал, что все так просто Просто подходим к баллону Каким-то космическим образом Ладно, на эти условности можно списать Главное сюжет Интрига Как он подается В инди-играх Пока мне нравится Как подается сюжет И побежали В этот бункерок Явно все дороги ведут сюда Надеюсь, он не закрытый А то будет Как-то Совсем Печальненько Оба Кода Часть Ага-га-га Код безопасности Да Но одну часть Мы во всяком случае Нашли Где-то должна быть Вторая Пойдемте искать Вот только где Что-то мне подсказывает Что где-то в городе Скорее всего Раз одна была Внутри Тут места не так-то много Где можно спрятать Поэтому я думаю Быстренько найдем Ой Не перепрыгнул А вот Заберемся как-нибудь Давай подыши Тут Супер Бочки Еще бочки Так Отлично Бочки толкнуть можно Это супер Несложные задачки Нам подкидывают Вторая часть Кода для доступа В южную лабораторию 549 Согласно протоколу Безопасности Она также Короче Должна отдельно Храниться Все ясно с вами Погнали А быстрый бег Есть Вроде нету Максимум Это вот так вот Походу Ну ладно Как есть Бежим как есть Уху Ну дым Дым Пыль От наших следов Остается Остается Какая-никакая тут Атмосфера Есть Почему мы не можем Дышать Воздухом Странно Какой-то Какой-то исследовательский Комплекс И темно Где-то был фонарик Давайте посмотрим В настройках Фонарик Фонарик Ж Или правый бампер Что еще за Ж Что-то нифига фонарик Не врубается А вот Врубили Опять кроватка Почему бы это И что я Пешком-то Начал идти Внезапно Это глюки Супер И Большущая труба Которая ведет Внутрь бункера Да ладно Залетаем Это наш Советский Так понимаю Какой-то бункер Что нас здесь Может ждать Ага Дверь Ага В этой зоне Нет тока Сейчас Восстановим Какое-нибудь Электричество Как только Это сделать О Гимн Жесть Опять кровать Или стол А кто за ним Парень Которому явно Уже все равно Три ночи назад Мне удалось Забереться в комнате Может мне повезет И они не смогут Залезть сюда Конечно На самом деле Я всего лишь Запер себя В своем собственном склепе Я понимаю Что мой конец Близок Последние два дня Сигналы С остальных постов Приходили все Реже и реже Вот уже Несколько часов Как больше Вообще Никто не отвечает Я примириться С мыслью Окончения От кого-то Закрывался Парень Хотелось Чтобы Встречая ее Я не был бы Один Люди Те Что озвучивали Эти реплики В принципе Довольно Неплохо Справились Со своей Задачей И от кого Этот парень Прятался Вот в чем Вопрос Кто его Сюда Загнал Вот это Я думаю Нам предстоит Выяснить И куда дальше Какой-то Тупичок Странно Все Все Ой Как странно Даже Странно Вообще Не то Слово Чтобы Пописать Все Дела Это Что Динамитик Погнали Сейчас Что-нибудь Бомбанем Походу Вот Эта Стена Мне Кажется Подозрительной Что у нас Здесь А нет Даже Не стена Вот Проход Бежим Нафиг Сейчас Бомбанет Ну Отлично Давайте Посмотрим Что там Портал Портал Нашли Прикольно Я Я Нашел Дорогу К Некой Следовательской Установке Натолкнулся На костные Останки Бывшего Рабочего Лаборатории Документы Находившиеся Поблизости Указывают Что русские Построили Своего рода Систему Порталов Которые Ведут Сюда Хотя Я все еще Не знаю Точно Где Это Сюда Находится Это место Похоже На колонию Кажется Они Не успели Даже Полностью Обустроиться До того Как дела Пошли Плохо Мы Естественно Русские Тут Везде Поспели Но Дела Пошли Плохо Интересно Из-за Чего Какой-то Крест Красный Что-то Написано Больница Мы Идем В больницу Походу Да И что Тут Еще Скажет Нам Вирус Распространяется Все Быстрее Все Попытки Сдержать Его Пока Не Увенчались Успехом Однако Мы Не Сдаемся Мои Коллеги Работают Без устали Здесь Мы Имеем Дело С Неземными Существами Поэтому Многого Мы Не Знаем Задача Очень Сложная Но Мы Ее Разрешим Мы Должны Ее Разрешить Так Какой-то Вирус Тут Бушевал Вот Что Понятненько Хотя Ничего Не Понятно На самом Деле Я думаю Будет Интересно Узнавать И дальше Что же Здесь Стряслось И если Здесь Некая Цивилизация И Другие Формы Жизни Нет Честно Уже Все Тут Нравится В этой Игре Да Тут Неказистая Графика Но Это Инди Игра Помним Помним Это И Сюжет Сюжет Мне Подается Как Здесь Все Строится По-моему Довольно Неплохой Неплохой Инди Проект И я Думаю Пройду Точно Эту Игру Пройду Ее До Конца Ну И Все Что Я Увидел Мне Понравилось Как Я Уже Говорил Поэтому На этом Все Не Забываем Подписываться На Канал Ставить Лайк Если Вам Понравилось И Увидимся В Следующих Видео Всем Всего Хорошего Пока Пока